Евгений Мертонюк Кроме обязательной теории, в авиаторе есть и практические занятия. Дети осваивают пилотирование сначала на тренажерах, а потом за настоящим штурвалом. На аэродроме Шевлина школьники учились управлять планером. Реальная возможность узнать и почувствовать небо – уникальная составляющая учебной программы клуба. В тренажере это одни полеты, а когда полеты наявые, это совершенно уже все-таки другое ощущение, это эмоции, это себя перебороть, опять же почувствовать, полюбить небо. И это большой, конечно, эмоциональный подъем и мотивация для дальнейшего обучения в клубе, для дальнейшего выбора в свою профессию в авиации. Ну, летчики не могут не летать. Небо нам не только снится, но и небо мы это видим, чувствуем и летаем. Эмоции и ощущения от полета у каждого свои. Кто-то преодолевает страх, кто-то неуверенность. Но почти у всех наступает момент, когда приходит осознание – я лечу. И эти впечатления забыть уже невозможно. Немножко страшно. Казалось, что сейчас разобьемся, упадем. В авиаторе дети знакомятся не только с профессией летчика, но и узнают о том, кто такой инженер, диспетчер, бортмеханик. На занятиях проводятся упражнения для развития координации движения, вестибулярного аппарата, тренируются быстрота и скорость реакции. В распоряжении школьников есть и различные авиационные приборы, которые они изучают с большим интересом. Каждое занятие дети летают на тренажере, отрабатывают элементы полета. То есть начинали мы сначала свое нерживание горизонтального полета, потом уже набор высоты снижения, взлет и посадка. Летаем на разных типах самолетов, начинаем летать на небольшом бичкрафсе. И сейчас вот дети уже осваивают потихоньку Boeing 73800. Кто из этих ребят свяжет свое будущее с авиацией, пока неизвестно. Впрочем, это не так уж и важно, ведь занятия в клубе для юных пилотов уже сейчас не проходят даром. Эти дети умеют преодолевать трудности и знают, что никогда не надо сдаваться, потому что здесь их научили верить в мечту. Продолжение следует...